Валерий Плеханов Валерий Александрович, у нас есть видеоролик о работе Верхнесадовского внутригородского муниципального образования. Давайте посмотрим. Валерий Плеханов 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 Но газ завели в село уже давно. А новые программы по газификации, в том числе программа, которая была принята в 2015 году в январе месяце, газификация города Севастополя, в 2015 году ни один пункт программы не получилось отработать. Все мероприятия, которые запланированы были на 2015 год, они перенеслись на 2016 год. Это было связано с финансированием прежде всего. Сейчас в этом году, главная задача это газификация, повторюсь, села Фронтового. Планируется в этом году, согласно этой программе, начало подключения села Фронтового. Вот, высокое давление, среднее давление, низкое давление, разводка уже к потребителям. А также в 2016 году, согласно этой программе, нитка высокого давления до Верхнесадового, включая Пироговку. Потому что, если сейчас не подключить фронтовое, то до 2020 года, вот, эта нитка газопровода, она должна связать не только три села, фронтовое, Пироговка и Верхнесадовое, но также и дотянуться еще до села Фруктового и Поворотного, где люди также ожидают газа. Интенсивная программа. Да. Вот. Вторая проблема, конечно, у нас есть, это очистные сооружения, село Дальнее. Работа в этом направлении тоже ведется. На 2016 год запланирована реконструкция тех очистных сооружений, которые их начали строить, вот, но не достроили и назвали их в первую очередь. Сейчас на 2016 год запланирована вторая очередь окончания постройки очистных сооружений, ввод их в эксплуатации. Это также на 2016 год. Ну, пока еще работы идут на уровне управления капитального строительства. Там идут подготовительные работы, проектно-смертная документация, вот, готовится. Но на земле еще работы не начались. С какими трудностями приходится сталкиваться в работе? Ну, в процессе деятельности жизненных вопросов, на самом деле, у населения, которые связываются и с благополучием, благоустройством населенных пунктов, постоянно, каждый день очень много. Вот, сейчас, конечно, закрывает эти все пункты, хотя иногда не всегда получается вовремя это городское хозяйство. Департамент городского хозяйства, он отвечает за, именно за благоустройство наших населенных пунктов. К сожалению, наши населенные пункты находятся далеко от города, 40-50 километров. Вот, поэтому не всегда доходят руки у города туда добраться. Конечно, лучше бы, чтобы благоустройством занималась именно местная администрация муниципалитетов. В этом направлении работа ведется, поданы уже в рамках правоустанавливающей инициативы, поданы документы на то, чтобы увеличить полномочия местной администрации. В этом направлении это необходимо для людей. Готовится проект закона, который вносит изменения в наш 102-й местном самоуправлении. И с нового выборов, которые пройдут в сентябре месяце, я надеюсь, что этот закон примут с изменениями и с новой каденцией уже будет гораздо проще работать в местной администрации на радость нашим жителям. Мы знаем, что многие муниципальные образования наладили внешние связи по всей Российской Федерации. А есть ли у вас такие договоренности? В чем их преимущество? Да, на самом деле, за последнее время несколько договоренностей и соглашений уже подписаны. В частности, наш муниципалитет подписал договоренности с Санкт-Петербургским муниципальным образованием Абуховский. Соглашение о взаимопомощи, взаимопонимании, взаимосогласии. Любой, какой может понадобиться помощь, мы такое соглашение подписали. И также подписали недавно в Челябинске соглашение с муниципальным округом города Садки. О таком же были в командировке, встречались с главами, встречались на уровне правительства. Протокольное такое было мероприятие. Подписаны были соглашения. Нам, конечно же, есть чему поучиться у наших старших братьев. У них муниципалитеты уже существуют не первый год, даже не первую пятилетку. Они уже наработали богатый опыт, мало того, и в плане работы с населением, также в законотворческой инициативе никуда не делась она, у них богатый опыт. Поэтому у нас есть чему поучиться у них, а они желают нам помочь в этом. Сотрудничество продолжается. Да, конечно, несомненно. Впереди планы есть еще с некоторыми регионами подписать соглашение. Но это будет как бы в дальнейшем, поэтому это будет позже уже. Планируете ли вы в сентябре вновь принять участие в выборах? Ну, сложный вопрос. Но, наверное, конечно, наверное, да, планируется. Потому что хотелось бы продолжить ту работу, которую скоро уже будет два года, которую начали, запустили, потому что многие проекты, над которыми мы работали, вот, они сейчас в работе, не хотелось их бросать. Вот, и хотелось бы, все эти проекты направлены только на благополучие, благоустройство наших населенных пунктов. Хотелось бы их закончить, чтобы, ну, от этого выиграют только наши жители. Ну, конечно, всегда легче продолжать уже начатое дело, чем начинать все с нуля. Да, конечно. А как Вы оцениваете роль органов местного самоуправления в городе Севастополе на сегодняшний день? Достаточными ли полномочиями обладают на местах? И как Вы считаете, что бы могло способствовать улучшению ситуации? Что касается полномочий, ну, мы уже в контексте уже затрагивали этот вопрос. Конечно же, полномочия необходимо расширить. Расширить полномочия не только по благоустройству, но нашим жителям, которые вот в сельской зоне живут, они оторваны от города, некоторые вопросы на местах вообще не решаются. Приведу пример. Допустим, это касается работы архива. До сих пор еще полномочия не переданы. Это наделение полномочий, может быть, это будут отдельные полномочия, может, какие-то урезанные, нотариальные. У нас нет нотариусов. Человеку сделать доверенность на получение той же пенсии, вот, необходимо ехать в город для того, чтобы оформить этот документ. Хотя это можно было бы сделать вместо администрации, такую доверенность сделать. Это касается, опять-таки, благоустройства. Это касается кладбищ, которые находятся на территории муниципалитета. Потому что жители, которые там на месте находятся, они все равно идут в совет с вопросами, куда обращаться, что делать. А когда это все на местах делается, то это проще и жителям, это удобнее и нам. Это удобнее и организовать все на местах. В общем, расширение полномочий, о том, о чем мы говорили ранее, это, конечно, будет способствовать именно развитию, развитию... Улучшению качества жителей наших горожан. Конечно. И оказанию услуг, несомненно. Хотел бы по услугам сказать дополнение. На территории муниципального округа есть окно многофункционального центра. Это тоже, в общем, хорошее поспорье для наших жителей. Хотелось бы с центром МФЦ и нам бы тоже оказывать свои условия, которые востребованы жителями. Что бы Вы хотели пожелать активистам, общественникам и просто неравнодушным людям в преддверии дня местного самоуправления? Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить своих коллег, сотрудников муниципальных образований, всех специалистов, всех обслуживающих персонал с профессиональным праздником. Пожелать, прежде всего, здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, изобретательности, творческого начала, решения тех проблем, с которыми они сталкиваются каждый день. Начиная с 8 утра приходишь, там уже сидят жители. Они уже ждут, потому что у каждого есть свои вопросы, которые необходимо решить. Также хотелось пожелать, чтобы была возможность сделать для наших жителей и гостей нашего любимого города, чтобы им было комфортно жить в нашем красивом и любимом нашем городе. С праздником! Ну что ж, время нашей передачи «Истекло». Благодарю за информативную беседу и желаем вам успехов в решении всех городских вопросов, которые вы себе запланировали. Спасибо, спасибо. Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» говорили с главой Верхнесадовского внутригородского муниципального образования Валерием Плехановым. Эфир жителей канала продолжается, а важные темы еще впереди. Оставайтесь с нами, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok